Прямо как в романе Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». С небольшой лишь разницей. Собак здесь никто не хоронил. А их трупы лежат прямо возле жилых домов. Но при этом никто не спешит убирать останки. Говорят, что отстреливают. Ну, звонили туда. В городскую. Правда. Сказали, что уберут, только что-то ничего не убирают. По словам жителей улицы Коллективная, лежат тела собак уже на протяжении недели. Говорят, хорошо хоть зима. Трупы не источают зловонии. Но, тем не менее, в ежедневных прогулках мимо останков бродячих животных мало приятного. Собаку кто-то, видать, на машине сбил. Она отползла и все. Собака неделю валяется. Неделю уже? Да, уже неделю валяется. А куда-то обращались, чтобы их убрали? Говорили, что полезно ничего не делается. Бродячих собак на этой улице уж очень много. По словам некоторых жителей, иной раз они сбиваются в огромные стаи. И порой появление такой своры не обходится без укусов. И автомобильная авария – далеко не единственная версия появления тел. Об этом отказались говорить на камеру, но все же нам поведали о том, что убить собак могли и недовольны их огромной популяцией жители. А по другой версии, устранением животных занимался комбинат по благоустройству. Крик души! На днях комбинат по благоустройству потравил собак ядами по адресу коллективная 16. И до сих пор не убрали за собой трупы окоченелых животных. Хожу вокруг дома и такое ощущение, что попал в средневековье. Хотя на дворе 21 век. Но в то же время администрация города отрицает причастность комбината по благоустройству. Отлов собак не производится такими варварскими способами, как отравление. Согласно специальному регламенту, отлов животных производится путем выстрела из пневматического оружия. Метод иммобилизации. Обездвиженное тело животного транспортируется в питомник. На пункте передержки ветеринар определяет, агрессивное ли животное, больное, опасное ли для человека и так далее. Я ранее не сталкивалась с такими случаями. Но Наталья Владимировна рассказывала, что был такой момент, и передавали ей люди, что прямо фарш, комбинат по благоустройству, мешали фаршу с какими-то таблетками. Ими травили животных. За уборку животных принялись лишь сегодня, спустя неделю, после шумихи в социальных сетях и запросов из СМИ. И при всем при этом, уже который год, власти не признают собственных ошибок и продолжают наступать на старые грабли. Проблема-то не людей в первую очередь, просто здесь проблема имени правительства, что надо программу выбирать регулирование численности. Безвозвратный отлов, он не приводит к результату из-за того, что получается, когда освобождается место, на эту территорию приходят другие животные. По словам экспертов и ветеринаров, и по опыту западных городов, стерилизация обходится городскому бюджету в разы дешевле. Не говоря уже и о том, что этот метод гораздо гуманнее и эффективнее в плане уменьшения популяции. 28 декабря город объявил новый аукцион на отлов бродячих животных на 11 миллионов рублей. Видимо, кому-то просто выгодна непрекращаемая собачья проблема. Будамон Хоев, Юрий Шабаганов, Александр Лобсанов, АТВ.